Всем привет-привет! Всем добрая улетречка! У нас сейчас начало 11-го. Мы уже, конечно, и утром. Десяточку выпили, я бегала на десятку. И позавтракали. Утром не снимаю, потому что темно. Темно, поэтому не снимаю вам утром. И сейчас уже мы с Танюшкой выдвинулись на троечку, как всегда. После завтрака мы идем на тройку и потом пойдем на первый источник. Как всегда, план действий у нас одно и то же. Тут, знаете, как и дома. Если дома там работа, дом, работа, дом. О, смотрите. Лошадки. Лошадки. Сейчас покажу. Смотрите, какая прелесть, какая красивая лошадка. Костики завязаны, с бубенцами. А, красавицы какие! Это мужчина тут вот с ними кругом ездит. Можно покататься на лошадках. Хочу сейчас немножко поговорить на тему о... Злободневная тема о кафешке с тортиками. Почему-то одному из моих зрителей, не скажу почитателей, наверное, просто посмотрел человек, не дает покоя. Вот. И почему-то я их снимаю. Я просто их сняла. Они в целях рекламы. Никто мне не платил за это, потому что у меня еще канал не столько подписчиков имеет, чтобы мне платить за рекламу. Просто потому, что здесь очень вкусные торты. Я просто только для этого сняла. Это во-первых. Во-вторых, уважаемый рутур или румтур, как вы там, вот. Торты действительно здесь совершенно другие. Они такие, как продают по всей Сходнице. Поверьте мне, я их тоже пробовала. И здесь совершенно другой состав. Здесь в составе тортов используются только натуральные продукты, натуральные сливки, натуральные домашние яйца, масло, сыр маскарпоне. Естественно, поэтому здесь торты эти по 500-550 гривен за килограмм. И не значит, что если все люди, которые здесь покупают, а поверьте мне, их здесь покупают тортов очень много, то все дебилы. И по поводу, что вы там сбрасываете гугл-карты, я сейчас вот стою на этом месте, и сейчас я вам покажу, правду ли показывают гугл-карты или нет. Вот это вот злополучная кафешка, так? И вот сразу схидницкие карпаты, а нигде не дальше. А вот туда аж дальше. Три сыны-то дочка. Вот отсюда виднеется Богданов хутор. И вот это все, это тоже отели. И вот здесь вот сразу, вон крыша видно, Валентина. Здесь в округе кругом, кругом стоят отели. И я не понимаю, при чем тут вообще? Три сыны и... Знаете, есть колбаса по 100 гривен, а есть колбаса и по 300, и по 500, и по 600. И это не значит, что люди дебилы, которые покупают качественный продукт. Люди просто заботятся о своем здоровье и не едят пищевой мусор, который добавляют в дешевую продукцию. И если человек зарабатывает столько, что он может себе позволить купить этот тортик, то не надо всех, всех обзывать дебилами. Потому что, сказав то, что вы не дебил, покупая торт по 500 гривен, вы оскорбили всех остальных людей, которые могут себе это позволить. И вот все, мне эта тема надоела, я ее закрываю. Не будем, как говорится, обращать внимания на таких людей. Вот, а если эта тема еще продлится дальше, то я просто человека заблокирую. По-моему, все, на этот вопрос я ответила. Теперь буду идти потихоньку. Танюшка уже побежала вперед, а я иду. И сейчас отвечу, там у меня были еще два вопроса. Ну вот погуляйте пока со мной, пройдетесь со мной мимо рынка. Конечно, тут никого нету, но прогуляйтесь. И был вопросик у меня по поводу снега. Что здесь, как здесь, когда выпадает много снега? Ой, вы знаете, я не знаю. Я же вот зимой первый раз и никогда здесь не была, когда было много снега. Но у нас за столиком сидела женщина, и она рассказывала, что когда выпадает здесь много снега, все дорожки чистятся, все убирается. И вроде бы как тут все беспроблемно. Ой, это я в горку поднимаюсь, сразу запыхиваюсь. Так что вот то, что слышала, сама не знаю. Видите, мы вот приехали, выпало, ну чуть-чуть. Вы же видите, уже вот он немножко потаял, и снега практически нет. Вот прохожу я источник 1С, и там вот внизу 13-й. Так, ну и еще один был вопрос у меня по поводу стоимости обеда. Что я вам хочу сказать? Не знаю я тоже где как, в какую цену обеды. Все, наверное, добрый день. Все, наверное, относительно. Я же не знаю аппетитов, кто как кушает. Но я так думаю. Ну вот, например, у нас в отеле средняя цена, ну не средняя, а цена фиксированная. Обед 100 гривен. Вот, обед 100 гривен. Ну, я думаю, что если кушать вот в сове, то, наверное, стоимость обеда будет приблизительно так же. Вот, ну, порядка 70-100 гривен. Смотря что вы будете брать. Вот. Первое, там и второе, опять же, мясные блюда в разную цену. Вот в сове. Можно взять там мясо за 50 гривен, а можно взять там котлету за 20. Да, и вот будет разная цена. Ну, в среднем это где-то 100 гривен. Так, ну вот, думаю, ответила на вопросы, которые вы мне задавали. У нас сегодня немножко морозно. Ну, небольшой мороз, но, наверное, градуса 3 есть и ветерок немножко. Поэтому кажется, что холодно. Тем более, так как влажность здесь большая. Влажность тут до 70% влажности. Поэтому, конечно, кажется, что холодно. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Сейчас я приближу их немножко Видите? Да тоже кажется, что горы не такие высокие, потому что мы же в высокогорье находимся И воздух здесь такой чудесный из-за этого У меня здесь, я говорю, даже сколько вот я всегда не нахожусь, у меня здесь никогда не болит голова Может, может это только моя вот такая закономерность, но у меня вот даже если я приезжаю после дороги, уставшая с головной болью, то она здесь проходит Вот уже мы дошли до первого, вот уже поворот, вот уже поворотик перед вот таким деревянным красивым домом, поворот на первый Ой, руки сегодня мерзнут, а я перчатки не взяла из дома Мы уже с Тани идем на 18 источник И немножко решили сократить путь И пойти через 21, через Бромный источник И вот сюда идем Здесь тоже так красиво Домики вон под лесом Вообще эта дорожка очень красивая И мы идем тоже, это перед едой Перед обедом мы пьем 18 Это бювет 21 Я вам его уже показывала А сейчас вот ближе подойду Покажу сам источник, саму сверловину Как она тут бежит Это та же водичка Только бежит напрямую вот из-под земли И как бы предпочтительней брать не ее Вот, смотрите Видите Такая малюсенькая струйка Добрый подверг Видите, джерело 21 и 21А Минерализация 170 и 140 Сегодня у нас на завтрак Была курица Вот это косточки собрали И вот обладательница джекпота Сегодня нам вот такая попалась Малюсика А ну, буду? Буду кушать? Она не голодная Боже, да ешь А то она просто думает, а вдруг заберут Кушает Я же смотрю, что худенькая Дрожит вся Замерзла Кушает Обладательница джекпота Сегодня Приятного аппетита Укусненько тебе? Каштанка Укусненько Каштанка Бегу сама Таню Таню что-то разморила Мы после холода сегодня находились Пришли в номер теплый И она Закемарила Вот, а я думаю Пусть себе отдыхает А я сама пока сбегаю Тоже за водичкой И хотела с вами поговорить Тоже Вот мне там написали комментарий Что мы очень много пьем воды Ну, в принципе Да, конечно Мы приезжаем сюда Только на две недели И врач нам рассказала Что вообще как бы Лечебный эффект Достигается После 44 дней В году То бишь 44 дня в году Если ездить два раза в год То это Надо Понимаете Как бы, да По 22 дня Надо быть Вот Но у меня нет такой возможности Поэтому я считаю Лучше уж Два раза в год Хотя бы по две недели Чем вообще Да, никак Вот И в принципе Нам это врач назначала Вот три воды Вот у меня Дочке Она даже назначала Четыре воды Две воды До еды И две воды После еды Ну, потому что У нее там Проблемы больше Как бы по почкам были Поэтому Ей как бы И больше вод пить Ну, в принципе Вы знаете Я вот рассказывала Да, вот про Женщину Одну, с которой Я тут познакомилась И у нее И у нее Большие были Проблемы С желчным Вот Я тоже у нее Спрашивала Какие Она пьет воды То она мне тоже Говорила Три воды Она пила Десятку Она пила Восемнадцатую И она пила Первую Она тоже пила Три воды Хотя они приезжали На месяц Вот И Ну, не знаю Одна вода И только до еды Это вообще Ни о чем Как для меня Это вообще Ни о чем Вот Что ж сюда-то доехать Просто подышать Нет Ну, если нет Никаких особо проблем То, конечно И одна вода Это тоже хорошо Вот А если Есть проблемки То Надо их Мне кажется Решать С помощью воды Коль уже сюда Приезжаешь Вот Поэтому надо И максимально Брать от жизни Вот Что если уж пить Ну, я не говорю То Вообще Пить Все подряд Но В принципе Я пью то Что у меня По назначению Вот То, что по назначению Без назначения Я воду не пью Вот тоже Меня там спрашивают А двадцать пятая Двадцать шестая Вот она Ой, боже Собака маленькая Это вот Эта собака Барабака Меня напугала Ой Двадцать пятая Двадцать шестая Я знаю, что она может Хорошая Но мне ее Не назначали Поэтому Я не экспериментирую Я не экспериментирую Вот Как Сегодня мы были На третьем И смотрю И смотрю Приходят люди Вот эти С трех сыновей Дочка С стаканчиками Бумажными Подписанными Санатория И набирают Просто холодную Бумажные стаканчики И пьют Ну Не знаю Я бы так не рисковала Вот По поводу Давления В принципе Как бы На меня Восемнадцатая Действовала Да Когда вот я Рассказывала Я Первый раз Когда мне назначили Я первый раз Пила ее И по многу Поэтому У меня поднялось Давление А теперь Я вот Пью Активные воды Тройку И восемнадцатый Только По одному Разу в день Утром Я пью Троечку После еды В обед Перед обедом Я пью Восемнадцатый Как бы Я их разделяю На разные приемы Так сказать Пищи Не сразу Там даю Нагрузку На организм За один прием И тройкой Восемнадцатый Я их разделяю Вот А десятка И первый Мне вообще Не поднимают И два С Мне давление Не поднимают Ну Может потому Что у меня Просто как бы И нет проблем С давлением Вот То Мне нормально Я уже Вот беру с собой Всегда езжу Беру с собой Тонометр И все В порядке Меряем Вот давление То у меня Нормальное давление А конечно Когда У людей Проблемы С давлением То и 2С Я когда-то Вот маме Своей привозила А у нее давление Так ей даже 2С подымает Казалось бы Безобидная вода А ей подымает Давление 2С Поэтому я Всегда Почему и говорю Что Надо Всегда Только По назначению Врача Все таки Проходить Обследование Сдавать анализы И пить воду Только по назначению Врача И тогда Всем будет хорошо Вот Ну а я Бегу Бегу На первый Бегу Бегу ну вот я уже первую водичку выпила и вспомнила читала еще один вопрос где мы берем такие бутылочки бутылочки в принципе подойдут любые просто у нас термос широким горлышком я показывала а бутылочки подойдут стеклянные от детских соков или же вот такие смотрите я беру бутылочка это детское питание фирмы злагода во первых у нее крышечка которая закручивается это удобно так а во вторых она идет с делениями вот видите деление 50 100 150 200 грамм это удобно сразу когда ты выпьешь воду потому что например этого 18 я пью только 50 грамм там тройку я пью 100 грамм поэтому мне удобно такие бутылочки а в принципе каждый может найти себе кто какую хочет вот и она хорошо становится в термос она закручивается пробочкой закручивается поэтому в любом магазине есть это детское питание злагода фирма там кефирчики йогурт и вот купите себе выпейте и будет вам бутылочка я их обычно всегда запасаю несколько штук ну что вдруг лопнет вот вот все я сейчас тоже первую выпила сейчас пойду на десяточку сразу наберу потому что тут уже по большому счету меньше часа осталось и нам надо пить уже десятку вот уже буквально тут прошло 20 минут как я вышла из дома я уже была на первом набрала водичку на десятки и иду сейчас вот домой в принципе у меня займет это тут нам до дома рядышком максимум 10 минут и вот я за полчаса оббежала уже два источника все успела и останется у нас только еще один вечером после ужина еще один источник и все и все будет на сегодня каждый день все ближе и ближе уже когда остается немножко дней и тут уже считаешь вот осталось 4 дня потом осталось 3 дня и все и домой и потом опять обычная жизнь и в ожидании когда опять поедешь куда-то такая жизнь что ж поделаешь видите как у нас на еле хуже вот на нас нас на моря как у там уже видите снег облетел ветерочек был влажность была вот мы сидим мороза большого не было и вот здесь уже все уже снега нету то они такие красивые стояли а это уже все облетела сера сегодня солнышко буквально чуть-чуть только выглядывала сходни за все во всех во всех ее парах года красивая каждая по пара года по-своему хотя мне конечно больше всего нравится летом из-за того даже что не надо на себя напяливать сто одежек летом конечно красота уже 7 часов вечера мы пошли последний раз вот на первый источник вот он пришли на первый источник попить водичку и все и домой и день закончился вот пролетел еще один денечек вот так что на этом я буду заканчивать сегодняшний влог и простите если я там когда рассказывала там мужчине о той кафешке может быть это показалось как-то грубо вот я принципе ну я не люблю грубить я просто такая эмоциональная я всегда за правду вот я считаю что все таки каждый человек праве вот меня там пишут что надо весты на украинские мови ну понимаете это мой канал и я праве выбирать как его вести и какие должны быть правила каждый человек на своем канале устанавливает свои правила это понимаете это все равно что прийти ко мне домой и рассказывать что мне надо делать и и как мне надо быть вот поэтому я делаю так как я считаю нужным а если кому-то не нравится то пожалуйста не надо не надо смотреть меня и не надо там рассказывать оскорблять как это как есть там у меня комментарии эти что типа что ты там возбухаешь у тебя там канал на 200 человек а ты возбухаешь зачем это надо да у меня молодой канал ему всего четыре месяца и неизвестно еще как она будет правильно же вот поэтому я считаю что нельзя оскорблять никого и не и незачем и но это хейтеры я понимаю без них никуда поэтому всех кто будет хамить грубить буду на канале блокировать вот ну вот такой на сегодня не очень веселой ноте я буду прощаться с вами вот сейчас там уже наверно моя водичка подогрелась буду идти пить водичку вот а вам всем пока пока спокойной ночи и всем до свидания